Привет-привет! С вами Илья, школа танцев «Свои люди». Сегодня мы с вами разбираем новое движение из базы Power Move – это реверс, кручение на руке. Друзья, разбираем движение под названием реверс, Power Move. Приготовились. Сейчас я объясню заход, какой должен быть, да, и буду объяснять, как вкручивать его на правой руке. Ну и под конец объясню, что все аналогично делается и на левой же руке. Ну и для начала нужно научиться делать вот такой вот заход, да. Смотрите. Вот такой вот заход нам нужно с вами натренировать. После него гораздо легче будет делать реверс. Разбираем заход. Объясняю, как делать через правую руку. То есть, если вы делаете гелик, корону через левую, да, махаете левой ногой, то, соответственно, реверс делается на правой. Аналогично в другую сторону. Итак, заход. Ноги на ширине плеч. Делаем мах руками, да. И когда возвращаем их обратно, правая рука идет у нас вниз практически вместо левой ноги. То есть, смотрим внимательно. Когда я делаю разворот, левая нога отрывается, а правая рука ставится вместо нее. Оп. Поставили. Далее мы толкаемся второй ногой, правой. И подставляем вместо нее левую руку. Хоп. Встали. Далее возвращаем левую ногу на пол. Правую руку поднимаем. И аналогично. Дальше. То есть, вернули правую ногу и левую руку подняли. Вернулись в исходное положение. Зацикливаем это движение. Натренировываем его до, до, до идеала. Да. То есть, продолжаем еще раз. Правая рука вместо левой ноги. Обязательно. Оп. Дальше. Правая нога. Вместо нее левая рука. Хоп. Дальше возвращаем левую ногу. Поднимаем правую руку. Правую ногу и левую руку. Поднимаемся, да. Сразу скажу про ошибку, которую вы можете допускать. Смотрите. То есть, вы можете поставить руку и только потом поднять ногу. Вот. Из этого выйдет не совсем то, что нам надо. Старайтесь сделать четко. Работать. Да. Правая рука пошла вниз. Левая нога пошла вверх. Аналогично и дальше. Правой ногой толкнулись. Левую руку подставили. Левую ногу подставили. Правую ногу подставили. Вернулись. Понятно, да? То есть, вам нужно немножечко провернуться на правой. Поставить левую. Поднять правую руку. Затем левую. И так же все в ногах. Старайтесь сделать все плавно. И не ставить две руки сразу. Тоже распространенная ошибка. Смотрим. Пам. Это не то, что нам надо. А нам надо вот. Пам. Да. На одной руке. Ну и тем самым, когда вы научились делать вот этот вот заход, да? По кругу. Много раз. Качественно. Хорошо. Можно уже пробовать не подставлять вторую руку. И закручиваться на первой, которую вы ставите, да? В данном случае это правая рука. То есть, вы делаете заход. Раз. Например, два. И на третий. Махаете так же ногой. Ставите только одну руку. И закручивайтесь. Хотя бы по чуть-чуть. Пробовать это делать. Держать ноги уже наверху. Не опускать вниз. Друзья, еще одно подводящее движение для реверса. Это фриз на правой руке. В данном случае на правой, да? Если вы учите реверс на левой, то, соответственно, на левой. Все аналогично. Фриз у нас будет такой. Сразу на одну руку встаем. То есть, без помощи второй. Не вот так. Пам. А вот. Встаем бочком. Как будто вы вдоль стены, зеркало, так вот делаете фриз. Как будто она вам мешает. Плечо не опускаем вниз. Да? Держим его. Вот так вот. Смотрим. Левой ногой я махаю вверх. Правой ногой толкаюсь. И правую руку подставляю рядом с собой. Вот. Пам. Можно потренировать. По чуть-чуть отталкиваясь. Вот так вот, да? Хоп. Если у вас получается делать так, то можно уже поднимать ноги выше. И в идеале научиться фриз. Пам. Такой фриз вам пригодится и для связки, а для реверса тем более. Также рекомендую вам найти, для того, чтобы тренировать реверс, на пульсник. И повязывать его вот так вот. Вот на это место. Вот сюда вот. Хоп. Почему на это место? Все очень просто. Когда вы крутите реверс, то рука у вас ставится, ладонь. Не вся. Не вот так вот, не на весь пол. А ставить нужно ее вот на это место, где вот мягкая вот здесь такая подушка. Вот сюда вот. И ваши пальцы не касаются пола. То есть нужно приподнимать их вот так вот и вкручивать. В противном случае, если ваши пальцы будут касаться пола, то вы просто будете на месте. Ваше тело будет разворачиваться, рука будет стоять на месте до тех пор, пока вы не упадете. Очень важно. Не рекомендую надевать шапку на руку или длинный рукав, который может так вот полностью у вас задираться. И аналогично. То есть когда вы начнете закручивать реверс, когда вы только встанете на руку, она может поехать. Может быть не с первого раза, с третьего. Но вы можете просто уехать в сторону на руке и очень сильно упасть. Поэтому лучше всего подходит на пульсник. Очень хорошо, если вы уже умеете делать колесо, в особенности через одну руку. В данном случае через правую. Если реверс, делайте через правую руку. Если реверс через левую, то, соответственно, колесо через левую руку. Итог. Если вы научились делать все то, что мы прошли ранее. Заход. Фриз через одну руку. И колесо, про которое я говорил совсем недавно. То вы можете приступать к изучению реверса. Сейчас я покажу, как это будет делаться. Итак, совмещаем все навыки, которые мы получили ранее. И делаем реверс на правой руке. Итак, заход. Левая нога поднимается вверх. Вместо нее идет правая рука. Оп. Далее. Толчок второй ногой, в данном случае правой. И крутимся. Шух. Да? Это я вам показал практически с места. То есть можно натренировать и с места. Вот так вот. По чуть-чуть, чтобы понять форму. И ловить баланс, чтобы закручиваться по чуть-чуть на руке. Еще раз смотрим. Раз. Рука. Два. Толкаемся. Три. Но с такими паузами много вы не накрутите. Это, повторюсь вам, лишь только для того, чтобы наработать сам толчок, мах ногой и закрутку на руке. И понять форму. Далее уже все делается вместе. Сегодня мы с вами разобрали новое движение из базы Power Move'а под названием Reverse. Кручение на одной руке. Надеюсь, оно вам пригодится. Используйте его в ваших связках. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!